Всем привет, друзья! Это новая рубрика «Выши баллы». В этих видео я буду рассказывать какие-то неприятные вещи про других блогеров, лжецов, балаболов, либо просто хороших людей. И будет интересно, это хайповые ролики вам понравятся. Поехали! Но перед началом ролика я хотел бы, чтобы вы подписались на мой инстаграм. Перейдите по ссылочке в описании, пожалуйста, подпишитесь, потому что я для вас стараюсь, для вас все делаю. И этот ролик сегодня будет у Эрики Давидыча, который сказал... Я отжимаюсь полторы тысячи раз по пятьдесят раз. Я могу... Полторы тысячи раз за день? За где-то три с половиной часа. Присаживаюсь, да, присаделаю. Тысячу двести без остановки у меня рекорд. Пресс, упор лежа, различные упражнения, там, боковые, там, на это самое. Я, ну, рекорд был где-то там три тысячи раз. Для начала нужно сказать, что Эрик Давидович ростом 166 сантиметров, а весом 130 килограмм. Ё-моё. Вы просто представьте, что это не мышца 130 килограмм. Это тупо жир с огромным животом. Человек пытается отжиматься там тысячу пятьсот раз. Не знаю. Если вы столько весите, вы просто попробуйте, отожмитесь. Если вы отожметесь тридцать раз, вы уже просто герой. Тысяча пятьсот отжиманий. Возможно или нет? Для этого видео я, естественно, серфил интернет и нашел много видео, как атлеты делают, не только атлеты, конечно, и обычные люди делают отжимания приседания и скручивания. И давайте начнем, наверное, с отжиманий. Есть такой атлет, хороший атлет, у которого не 130 килограмм жира, минимум жира, максимум мышц, да, все в лотофиалковские. Он сделал за три с половиной часа тысячу триста отжиманий. Вы только вдумайтесь. Атлет сделал меньше, чем Эрик Давидович. С разницей в весе жировом, блин, не знаю, килограмм семьдесят лишних у Давидовича. Ну, это песец, просто подумайте. Ладно, возьмем еще двух топовых атлетов российских. Это Дмитрий Кузнецов за два часа сделал 1500 отжиманий. Ну, вы представьте, да, топовые атлеты, ну, за два часа, это, ну, хороший результат, я считаю, 1500 отжиманий. Ну, как может человек 130 килограмм жиром, да, то есть один жир сделать за три с половиной часа 1500? Я в это просто не верю. Пока Эрик Давидович не снимет видео, как он это делает, никто в интернете не поверит. Ладно, следующий, это Дэн Саратов, тоже топовый атлет, чемпион России по воркауту, по стритлифтингу. 1500 отжиманий за час. У Дэна, конечно, генетика такая жимовая, хорошая грудь, грудные хорошие, плечи хорошие. Тут я, в принципе, верю, что он за час сделал 1500 отжиманий. Но это топовый атлет, топовый, прям наитоповейший, ё-моё. То есть вы должны представить, да, Эрика и Дэна Саратова, чемпиона по воркауту, чемпиона России и человека, у которого 130 килограмм жира. Ну, это, блин, это невозможно. Ну, невозможно со 130 килограммами жира сделать 1500 отжиманий за три с половиной часа. Перейдем, давайте, к приседаниям. Многие ребята тоже пробовали приседания. Я возьму самый лучший результат. Ну, видео, вот, парень, девушка, они снимали приседания и также пресс делали. Девушка сделала 1500 приседаний. То есть вообще легко, она сказала, еще бы могла сделать больше приседаний. Сделала 1500 вместо 1200, 1500 за один подход. Это просто результат вышка. То есть, что мы можем сказать, что приседания можно сделать. Столько приседаний можно сделать за один подход. Тут дело выносливости, потому что, как бы, если хорошие ноги, хорошая выносливость, то вы сделаете столько приседаний. Как бы, я верю этой девушке, она красава. То есть, получается, парень не сделал. Он сделал всего лишь, получается, 300 приседаний. То есть, 300 приседаний для парня это максимум было. Тут дело в выносливости. Видите, девушка сделала 1500 приседаний, парень 300 за один подход, то есть, определенно дело в выносливости, но сделать можно, и опять же, опять же, девушка весит килограмм 50 от силы там, да, Эрик Давидович 130, у девушки нет жира, у Эрика Давидовича один жир, ну, блин, вы представьте, в Эрика Давидовича я тут не верю, что он за один подход сделает 1200 приседаний. Я думаю, он, короче, делает вот такие приседания, то есть, он делает с амплитудой там 5 сантиметров, и также отжимания делает с амплитудой 5 сантиметров, ну, только так возможно, вы понимаете, только так возможно, по-другому никак. Что касается пресса, опять же, эти девушка и парень делали на пресс, девушка просто сделала там 200 вроде повторений всего лишь, и просто изо всех сил она умерла, вы понимаете, да? Как Эрик Давидович с таким балластом на животе, то есть, огромный живот, как он сделает вам 3000 скручиваний? Это, наверное, самое нереальное. Из всего то, что он сказал, 3000 скручиваний это самое нереальное. Он их никогда не сделает за 3,5 часа, это невозможно. Если он сделает 1000 скручиваний за 3,5 часа, блин, ну, вот тут еще можно как бы подумать, возможно или нет, и то, блин, мне кажется, с таким животом невозможно. Опять же, конечно, можно судить, что за скручивание, может он делает вот так, то есть, понимаете, да, там амплитуда малейшая, но с такой амплитудой возможно, конечно, сделать. Если нормальное скручивание сделать, то он никогда не сделает даже 1000 за 3,5 часа. Ну и вообще, в общем, да, по Эрику Давидовичу, раз эта рубрика называется вышибало, мне, конечно, нравится, что он делает, хороший обзор и красиво все там, бам-бам, спецэффекты всякие, это очень достойно, продукт хороший. Но как человек, конечно, он когда после тюрьмы вышел, он очень жестко зашкварился с этими стенью с BMW, потом на Гордея наехал, зачем это нужно? Не, понимаю, конечно, он таким образом пытается как-то раскрутиться, наверное, да, в интернете заново, чтобы больше там подписчиков, просмотров было. Но, как сами видите, на черном пиаре тут, ну, как бы все хейтят, вы открываете его видео, да, и просто один негатив, ни одного хорошего комментария нет, просто дизлайков куча, просто все задизлайкано, все комменты плохие. То есть, сами понимаете, к чему это привело. Не знаю, как он будет искуплять свою вину, искупать, но, возможно, конечно, что-то сделает такое, из-за чего подписчики снова его полюбят, простят его, возможно, да. Но, не знаю, давайте будем наблюдать за этим, если вы не подписаны на Эрика, то подпишитесь, может быть, вам понравится его контент, если вы никогда не смотрели. А так, спасибо, ребята, большое за внимание, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой инстаграм, также можете перейти на мой сайт archumorris.com, там лучшие программы тренировок и питания. Вы не будете делать по 3000 скручиваний, да, но вы сможете хорошо подкачаться и быть в хорошей форме. А так, увидимся в следующем выпуске. Пока!